Уважаемые друзья, рад вас приветствовать на YouTube-канале Института Интермариум. Сегодня, как вы заметили, наша передача будет на русском языке. Это значит, что у нас спикер из русскоязычной среды. Это наш постоянный гость, израильский телеведущий, обозреватель телеканал ИТОН-ТВ, Александр Бурарье. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер. Да, и вам добрый вечер, и мирного неба над головой. Я думаю, что это пожелание и для нас, и для вас характерно и актуально. Кстати, о мире, Александр. Так случилось, что я вот все годы, что мы с вами заочно знакомы, но я надеюсь, когда-нибудь лично познакомимся в мирном Израиле или в мирной Украине обязательно. Но вот за все годы, что я вам давал комментарии, обычно я комментировал ситуацию в Украине любую, то есть политическую, социальную и так дальше. Вы тоже в последнее время давали комментарии моему центру аналитическому, но больше снова-таки по тематике Ближнего Востока и Израиля. А в этот раз я хотел бы у вас поинтересоваться вашей позиции по поводу ситуации в Украине. Ну, то есть позиция мне ясна, я вам благодарен и всему коллективу телеканала ИТОМ-ТВ за поддержку Украины. Я помню, особенно актуально это было в первые дни, очень сильное, поэтому вам большое спасибо, что вы выразили поддержку Украине. И я помню и вашу смс-ку 24-го числа первую о том, что все, конечно, в шоке, то есть никто не ожидал от этого сумасшедшего диктатора таких действий. Вот это действительно очень дорогого стоило, особенно в первые дни, когда было непонятно, чем закончится не то что день, а там ближайший час. Вот поэтому большое вам спасибо. И, конечно же, я понимаю, что в большинстве своем настроении израильтян на стороне Украины. Вот мы буквально на днях, да, я вам давал комментарий по поводу неосторожного высказывания Селенского по поводу войны. Да, я понимаю, что это не совсем дипломатично было, мы об этом с вами говорили, но я думаю, что это не повлияет на отношения между нашими народными и странами. Вот поэтому вам большое спасибо за поддержку. Понятно, что весь цивилизованный мир за Украину и болеет за Украину. Хотя тоже, давайте говорить откровенно, для многих на Западе это реалити-шоу, к сожалению, тоже мы должны это понимать. Но так или иначе Европа, Северная Америка, Израиль, Япония, Южная Корея и ряд других стран, они, конечно же, поддерживают нас. Но, знаете, одно дело наше желание, наша симпатия, наша поддержка, другое дело реалии. А каковы реалии, вот, собственно, хотелось бы узнать с точки зрения израильского обывателя. Вот, смотрите, не за горами два с половиной года войны. Вот как раз на день независимости 24 августа будет два с половиной года войны. Многое позади, но многое еще и впереди. Скажите, пожалуйста, вот, начнем с такого общего вопроса. Ваши, вот, общие соображения по поводу войны. Значит, что удалось Украине, что не удалось, или, наоборот, что удалось путинскому режиму, что ему не удалось, спрошу. Ну, во-первых, я благодарю за теплые слова. Действительно, я вспоминаю эти дни, это был шок, это был самый настоящий шок. Потому что, действительно, до последнего момента, несмотря на то, что были предупреждения, были серьезные предупреждения, и американцы предупреждали, и британцы предупреждали, но как-то все равно не верилось, но не укладывалось в голове, что в 21 веке может начаться вот такая полномасштабная война. Причем, как бы, нам на Ближнем Востоке, в Израиле, не привыкать к войнам. И, понимаете, вот для нас там, вот, начало какой бы то ни было войны, я не имею в виду вот ту, которая у нас сейчас идет, потому что это тоже было, так сказать, нападение было определенным шоком и неожиданностью, несмотря на что. Но, тем не менее, у нас, как бы, войны, это, как бы, понятно, и, возможно, да, мы окружены такими, ну, мягко говоря, не самыми дружественными странами, хотя со многими мы уже за последнее время подружились, вот. Но вы находитесь в центре Европы, Украина, центре Европы, цивилизованного государства. И вот то, что произошло, конечно, это был колоссальный шок, я помню это очень хорошо, в шоке были все. Мы собирались, мы разговаривали об этом, то есть мы не могли как бы остановиться, потому что это действительно было страшно, было непонятно, и было непонятно, к чему это приведет. Что касается того, чего добилась Украина, чего не добилась, это очень сложный вопрос, я очень осторожно на него отвечаю, потому что я не вправе. Знаете, вот, ну, есть люди, которые любят со стороны, то есть вот куча блогеров, там, вот, они по украинским каналам тоже выступают, там, то, там, из Америки, там, сидя где-то, там, в социальном жилье, там, товарищ вещает, там, брызгая слюной на экран, что, мол, сейчас, завтра мы всех победим, Украина всех победит, или наоборот, Украину раздавит. Все все знают, понимаете, все такие специалисты. Я не считаю себя вправе давать какие-то очень жесткие или такие однозначные оценки, рекомендации, но могу сказать, что, да, действительно, Украина, скажем так, не очень хорошо подготовилась к этой войне, потому что, если даже открутить немножко кино назад, я имею в виду 2, 3, 4, 10 лет назад до этой войны, Украина целенаправленно распродавала свое военное имущество, которое досталось ей от Советского Союза. Мы делали несколько раз программы на эту тему, это еще до войны, я повторяю, вот, как там Украина продавала танки в Африку, Украина продавала, значит, боеприпасы, потом серия вот этих взрывов на складах Украины, которые, ну, до сих пор нет однозначного, так сказать, мнения, но есть очень сильное подозрение, что это была диверсия, как бы это уже шли подготовки вот к этому, вот, конечно, было предательство, без предательства тут не обошлось, то, что подходы не были, значит, там, в районе границы не были заминированы, хотя должны были быть заминированы, потому что все-таки специалисты, я имею в виду вашу военную разведку, армию, они, естественно, ожидали возможных таких ударов, поэтому должны были подготовиться, но оказались неподготовлены. Все это вместе, конечно, дало печальную картину вот в первые дни, когда действительно, ну, я помню, мы с вами беседовали, вы говорили, что у вас там просто в эфире было слышно, как бухали противосистемы ПВО, вот, у вас там под окном стояла противоракетная система, помню, да, то есть это... Нет, не под окном... Ну, я имею в виду образно, конечно, я не имею в виду, что прямо под окном, но чуть ли там не на вашей улице, я помню, это грохотало, так что это все, конечно, это все, конечно, было, но к чести Украины, к чести вашей политического и военного руководства сумели, так сказать, вовремя собраться, сумели, так сказать, сконцентрировать силы, навести порядок и отбросить оккупантов от Киева, и дальше пошло то, что пошло, то есть вот была, вот это идет затяжная война, были определенные оптимистические настроения вот в прошлом году, что вот думали, что вот сейчас контрнаступление, Залужный об этом много говорил. Как раз год назад, да. Да, но, к сожалению, это не получилось, причем, на мой взгляд, еще раз, я не военный эксперт, я экономист, но, на мой взгляд, и по мнению людей, с которыми я разговаривал, военными экспертами, это во многом произошло из-за того, что вот та самая военная помощь, которая Украине шла, она шла просто вот в час по чайной ложке, то есть мы помним всю эту эпопею, когда начиналось, как, хаймарсы, нет, ну, только ближнего радиуса здесь, нет, дальние, нет, ну, нельзя, они же чего доброго еще засадят по границе, они же чего доброго еще попадут там в районе Белгорода, не-не-не-не-не, нельзя, мы дадим только такие. Да, в результате это были совершенно неравные бои, когда дальнобойные российские, так сказать, средства, огневые средства спокойно подавляли украинские. Танки, да какие танки, что вы, ну, что, какие танки, танки, нет, 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 ну, может быть, старые советские списки, ну, может быть, вот там, может быть, не, какие леопарды, ну, ни в коем случае, да мы никогда на это не пойдем, говорил Шольцберг из гай слюной, да, вот, потом все-таки там по прошествии там нескольких месяцев, а то, я не знаю, первый танк, по-моему, появился через год, если я не ошибаюсь. Да, примерно так, да, даже через полтора. То есть, все это тянулось, все это тянулось, это все, то есть, понимаете, получалась какая-то идиотская ситуация. Александр, а почему, по вашему мнению, почему Запад тянул, ведь можно было некоторые процессы ускорить? Дело в том, что Запад, понимаете, они находятся в плену определенных иллюзий, они очень не хотят раздражать агрессора. Ну, смотрите, не надо быть историком, как вы, для того, чтобы вспомнить так называемый Мюнхенский сговор и все то, что происходило накануне Второй мировой войны, вот точно так же, абсолютно так же Европа пыталась умилостивить... Дала обратный эффект. Пыталась умилостивить и умиротворить Гитлера, и точно так же, значит, не хотели сначала вступать, не хотели помогать Чехословакии, не хотели, отдали Польшу на растерзание и так далее, и так далее. То есть, все повторяется. То есть, Европа, похоже, ничему не научилась. То есть, они все время боялись, что это будут втянуты... Я не думаю, что забыли, что мы будем втянуты в войну, мы будем там то, мы будем все, поэтому вот все это так тянулось, не хотели дразнить. И потом, честно говоря, еще побаивались и продолжают побаиваться Путина, и сначала не понимали вот эти озвученные им красные линии, которые постоянно звучали, потом постепенно отползали эти красные линии, и угрозы ядерного оружия. То есть, никто не знал, насколько он, так сказать, отмороженный, насколько он серьезный. А вот возьмет, завтра и бахнет. Но потом постепенно начали понимать, что, в общем-то, это колосс на глиняных ногах, и все его угрозы, они как бы зачастую просто остаются риторикой. И вообще неизвестно вот это ядерное оружие, которое, вот они недавно, так сказать, пытались там испытывать опять в очередной раз. То есть, ну, видя, что происходит с российской техникой, то не исключено, что это ядерное оружие находится в таком состоянии, что сами, как бы, офицеры и генералы... Лучше это не проверять, конечно. Да, что они сами побоятся его проверять, потому что, не дай бог, запустишь, оно не туда полетит, понимаете. Они-то это понимают лучше, чем там вот те крикуны в Госдуме, которые там или на телевизоре, которые кричат, что завтра мы ударим там, а Британию волной смоет там и так далее. Ну, детский сад какой-то, они там сами себя заводят, как в истерике, как будто из дурдома сбежали. Да, то есть, это невозможно смотреть. Поэтому вот такая вот, знаете, рубить собаке хвост по частям, то есть, вот постепенно, 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 это оборачивается и потерями территории со стороны Украины, это оборачивается потерями личного состава, это жизни солдат, это жизни гражданских, которых продолжают обстреливать, и нету надлежащей системы ПВО, которая могла бы прикрыть небо Украины. Были, кстати, вот недавнее заявление о том, что Европа может прикрыть небо Украины, взять под защиту хотя бы западную часть Украины, ведь это же звучало и год назад. Были такие предложения, но на них зацикали, ци-ци-ци-ци-ци, нет-нет-нет-нет, но как же мы разозлим путь, мы окажемся ввязанными в войну. Александр, а сколько Запад еще может бояться? И еще тоже вот можно экстраполировать и на события на Ближнем Востоке. Вот вчера мы с вами перед эфиром, когда я вам готовился давать комментарии, обсуждали, как пуситы обстреляли авианосную группу. Эйзенхауэр. Да, а я сегодня смотрел у одного военного эксперта, по-моему, кстати, он тоже дает вам комментарии, это азербайджанский эксперт, Агилл Стамасаде, он показал у себя на Фейсбуке видео, как корабли американские горят, то есть все-таки там были прилеты, то есть почему действительно нельзя дать жесткий ответ к УСИ, нельзя дать жесткий ответ Ирану, России, то есть постоянно бояться чего-то, да, то есть там еще, ладно, там еще с Россией есть какое-то объяснение, что действительно там ядерное оружие, эскалация, хотя, ну, что уже можно, какую эскалацию еще вот мы не видели, да, вот по Севастополю были удары, в том числе по штабу, по Крымскому мосту были, а вы же понимаете, что для России, для российской пропаганды, Севастополь, он важнее, чем Белгород, вот, да, это территория Украины, но для россиян-то это территория России, тем более это же город русской воинской славы, да, вот это сакральное место, то есть по нему была куча уже прилетов, и все нормально, а вот, извините, по Белгороду нельзя было бить, потому что вот это были бы красные линии, нельзя бить по хуситам, или нельзя нормально отвечать Ирану, вот сбили там дроны, которые летели, и ракеты, ну, слава богу, вот, а дальше мы ничего не будем, потому что, а вдруг Иран там, вот как он размахнется, да, как ответит, ну, вот почему такая какая-то, знаете, мягкая, попустительская политика у Запада? А вы знаете, на этот, вот на этот вопрос как раз мне гораздо легче ответить, чем на вопросы предыдущие, вот то, что касается вот и Ближнего Востока, и того, что происходит сейчас, это зависит даже не столько от Запада, это зависит от конкретного государства, это зависит от Соединенных Штатов Америки, и от того президента, который сидит в Белом Доме, то есть дедушка Байден, как его называют сами американцы, Sleepy Joe, спящий Джон, значит, он очень боится возможных обострений, сейчас у него предвыборная кампания, ему страшно не хочется никаких обострений, ему очень мешает Израиль своими действиями, ему очень мешает Украина, если она сейчас начнет обстреливать российские, так сказать, российскую глубинку, или там до Москвы долетит, да, ему все это сейчас совершенно не нужно, ему сейчас нужно спокойствие, ему нужно доказать, что вот он сумел успокоить тех же самых хуситов, успокоить Хамас, успокоить Россию, то есть все идет, но идет все тихонечко, то есть не дай бог, чтобы не проявилось какое-то обострение, вот этого больше всего на свете боится, мы с вами говорили вот вчера в нашей программе, что удар по авианосной группе Эйзенхауэр, это просто, знаете, вот Ахмоська, знаете, она сильна, коль лает на слона, потому что, как мне говорили военно-американские военные эксперты, вот авианосная группа, типа авианосной группы во главе с Дуайтом Эйзенхауэром может уничтожить этот самый Йемен, причем там не разбираясь, где северный, где южный, где южный за несколько часов, просто это колоссальная огневая мощь, это колоссальное количество и самолетов, и ракет, и чего угодно, и вот если бы им дать команду ФАСа один разочек плюнуть, то ничего бы не было. Я абсолютно аналогично могу вам сказать, что когда 7 октября Хамас напал на Израиль, 8 числа нас начали обстреливать с севера Ливан Хизбалла, причем если с Хамасом там это чисто террористическая организация, Хизбалла это террористическая организация, которая вплетена в государство Ливан, то есть активисты Хизбаллы являются членами парламента, являются министрами и так далее, то есть это нападение государства на государство, и тогда президент Рейган, президент Байден послал авианосную группу Береган, если бы был Рейган, да, послал группу и сказал, что если кто-то сейчас вяжется, don't, да, я сейчас, мол, типа вот, и вот если бы тогда, это все говорят, что вот если бы тогда, когда начались обстрелы со стороны Ливана, вот эта авианосная группа выпустила хотя бы там пару десятков томогавков в сторону Хизбаллы, на этом бы все закончилось, ведь Крамп однажды так и поступил, когда было нападение на казармы там американцев в Ливане, да, он подогнал, подогнал этот самый, даже Инко, это был какой-то корвет, который засадил этими томогавками, и все там, они закрыли, полностью там сравняли с землей целый квартал, не разбирая, где там гражданские, где негражданские, не в этом дело, то есть и все, на этом закончилось, то же самое было бы и здесь, если бы в первые дни войны в Украине, значит, Байден бы сказал don't, Байден бы сразу бы объявил, НАТО бы объявил, что они закрывают небо, то есть не нужно было ввязываться в войну, закрыть небо мы объявляем бесполетную зону над Украиной по просьбе правительства Украины, законного правительства, да, то есть русские же причатся, почему они в Сирии торчат, да, потому что они торчат там по просьбе законного правительства, поэтому если законное правительство просит закрыть над собой небо, то они могут откликнуться и закрыть, и ничего бы не было, ничего, все это понты, там угроза ядерным оружием, там и так далее, один бы два этих самых железных гроба сбили бы, и на этом и все закончилось, никуда бы они не сунулись, не пошел бы Путин войной на НАТО, понимаете, вот и то же самое у нас вот на Брежнем Востоке, поэтому это вот нерешительность, нерешительность президента, и вследствие, значит, нерешительность всех этих там Макрона, который бегает, там пытается договариваться со всеми, там сколько раз он к Путину тогда ездил, просто уже даже не спортивно было, как-то это выглядело все, озвонил сколько раз, сколько раз он в Ливан ездит, вот сейчас вот, да, там пытаясь договориться, там что вот, мол, давайте, мол, типа мы вам какие-нибудь коврижки пообещаем, а вы скажите Хизбале, чтобы они перестали обстреливать, ну, это же так не работает, ну, это не работает нигде, а уж на Востоке, на Востоке это не работает вообще никогда, любое проявление на Востоке, любое проявление так называемой доброй воли, да, или там, значит, какого-нибудь там компромисса, воспринимается абсолютно однозначно, как слабость, а слабых надо бить, все, точка, никаких других вариантов быть не может, то есть то, что там хорошо между, в отношениях между там Швейцарией и Бельгией, да, там, или там Бельгии и Франции, то абсолютно не подходит вот на Востоке, абсолютно разная ментальность. И в нашем случае тоже это не играет, потому что, ну, Россия... Да, потому что Россия, потому что Путин – это Восток, это восточная деспотия, понимаете? Безусловно. И ничего не изменилось. Вот, и вы видите, вот когда были, и сейчас продолжаются наши удары, между прочим, мы же не боимся какой-то эскалации, вернее, как мы-то, конечно, боимся, но нам выбора не остается, да, то есть мы, например, сейчас разработали свои дроны и морские, и воздушные, вот, сами знаете, эту статистику по российскому флоту, какие там уже потери, да, большие, вот, по нефтебазам, по другим важным объектам, в том числе по комплексам РЛС, да, вот мы же, мы же, когда выпускаем, очевидно думаем о последствиях, но, знаете, если бы мы боялись, если бы мы постоянно вот думали, а вот если вот сейчас вот мы поразим ЛРС какой-то, да, там, вот, или порт очередной, или нефтебазу, вот сейчас Путин кнопку нажмет красную, ну, извините, тогда вот просто надо было оступать то Закарпатье, наверное, ну, мне так кажется, потому что если мы будем давать отпор, как полагается, да, в том числе и по территории России, тогда, наверное, будет постоянно какая-то угроза эскалации, третьей мировой, ядерной войны и так дальше, а вот... Валентин, ну, послушайте, извините, что я вас перебиваю, вы же историк, так давайте заглянем в недалекое прошлое, Вторая мировая война, А когда бомбили Дрезден, это была эскалация или нет? Да, а когда, значит, наносили удары, когда американцы нанесли удар потом по Японии, это не была эскалация? Это была эскалация, но они заткнули, они понимали, что, значит, это надо сделать. Когда штурмовали Берлин, там не было эскалации, когда его сравняли с землей практически, да, то есть вот со всех сторон. Не может быть эскалации, когда идет настоящая, полномасштабная, кровопролитная война, то есть тут либо ты побеждаешь, либо тебя побеждают, поэтому что-то эскалация. Эскалация могла быть, вот можно говорить было об эскалации, там, в четырнадцатом году, там, вот когда там на Донбассе было, там плюс-минус, там могла быть эскалация. Тут полномасштабная война. Российская армия сравнивает с землей это самое, города украинские, и все, ну как, куда еще эскалация, то есть выведена из строя почти вся система, энергосистема, то есть, ну какая может быть еще эскалация? Меня поражает цинизм российских властей, так называемых, когда они говорят, что вот при обстреле Белгорода погибли мирные жители, это был акт терроризма со стороны Украины. А как тогда называть то, что вы делаете больше двух лет? Стираете Маринку, Бахмут, Солидар, Углидар, Работино, Волчанск, вот сейчас зашли, да, с территории Белгородской области, это Харьковская, да, Волчанск. Как это называть? То есть, ну цинизм там зашкаливает, поэтому я и говорю, что я-то как раз все понимаю, и вы сегодня вспомнили про Минкенский сговор. нельзя агрессора подкармливать странами и с суверенитетами, да, с суверенитетом, потому что он будет питаться, питаться, питаться и расти. Вот, и Россию, я считаю, очень многое прощали, и Грузию, 2008 года, и вот, 2014 год, Крым, потому что тогда уже надо было ставить на место, а не жить в каких-то иллюзиях, знаете, и в теплой ванне. Вот, и то же самое, вот мы тоже постоянно сколько обсуждаем Ближний Восток, то же самое. Нельзя надеяться, что Иран успокоится. Иран успокоится только, если будет повержен этот средневековый режим, который там сейчас существует, и когда Иран вернется к цивилизованному стройку, какой был до исламской революции, тогда возможно. А вот надеяться, что, ну вот они там пар выпустили, да, ну вот они там сейчас должны успокоиться, да нет, да наоборот, у них будет ликование, у них будет уверенность в том, что Штаты проглотят это. Поэтому, к сожалению, знаете, нашим странам приходится очень часто и только на своих себя уповать, ну, по большому счету. Нет, конечно, мы ценим помощь Запада, безусловно, вот, и нам было бы совсем плохо без нее, но, знаете, она сильно, скажем так, отстает от графика. Я думаю, что вы тут со мной согласитесь. Конечно, конечно. Сейчас как бы речь, сейчас речь шла бы, вот по-хорошему, не о передаче F-16, которых до сих пор нет, но хотя бы F-22, там агавка, вот, и знаете, что самое интересное, если этот конфликт затянется, кстати, сейчас хочу у вас спросить, вот по поводу перспектива окончания, да, но если он затянется, то самое смешное, я почти уверен, что через 2-3 года мы этого агавки получим, вот, и риторика будет уже другая, что, ну, это не эскалация, вот как Шольц заявляет, сначала он заявлял, нет, мы вообще оружие не будем давать, ну, вы сегодня там косвенно, примерно, там говорили, да, вот про западных политиков, только каски будем давать, потом дали гаубицы, потом дали бронемашины, потом дали леопарды, вот, значит, больше ничего давать не будем, потому что это эскалация. Недавно он заявляет, что удары по территории России немецким оружием, это не эскалация, это защита. герр-канцлер. Да, где же ты был? Вот. А что же, что же поменялось, да, то есть сколько можно бояться? Сколько, сколько людей погибло, вот, за время, пока менялась его точка зрения, вот что интересно. Вот, А, Саша, вот такой вопрос, прежде чем, как перейти к дальнейшему обсуждению тематики агрессии России против Украины, вот вы говорите, что Байдену сейчас нужен мир, да, спокойствие. А вы не считаете, что наоборот, если бы он уйдер нос иранскому режиму, если бы он появился, например, на дне независимости в Киеве, вот он же приезжал уже, да, на первую годовщину войны в Киеве, помните, да, мы с вами это обсуждали, вот, когда такой был безымянный кортеж, да, вы спрашивали, кто это, говорю, скорее всего, Байден, да, вот, приехал бы с большим пакетом помощи, к тому времени мы бы, возможно, подготовили какое-нибудь контрнаступление или бы какие-нибудь территории, да, вот, может быть, это, наоборот, был бы плюс к его избирателям, ему, вот, смотрите, я спас демократию, я понимаю, что, смотрите, я понимаю, что он осуждает действия Израиля в секторе газа, да, вот, к сожалению, вот, но, тем не менее, показать зубы на Тайване, чтобы там прилетело, ну, если не Пелоси, там кто-нибудь другой, там, Камала Харрис, например, да, вот, то есть спасти демократию на Тайване, на Корейском полуострове, в Украине, и в Европе, и на Ближнем Востоке, почему, почему это, это худший вариант, нежели вот сидеть, я попробую ответить, дело в том, что, если мы сейчас говорим уже, так сказать, не обо всем Западе, не о всей Европе, а именно, говорим о Соединенных Штатах, то там все гораздо интереснее, дело в том, что, в принципе, для предвыборной кампании, и для рейтинга того или иного кандидата, вот, война в Украине, война в Израиле, там, будет Тайвань, или завтра не будет Тайвань, имеет, ну, если там не третье степенное, то там десятистепенное значение, то есть, на первом месте, это холодильник, цена на бензин, медицинская страховка, и так далее, и так далее, все остальное им абсолютно, извините, по барабану, я имею в виду, среднего американца, я разговаривал со многими американскими политологами, которые в один голос это говорят, то есть, да, значит, это хорошо сказать, ну, вот, я там навел, привел к миру, но это, это второстепенно, главное, что их интересует, их интересует вот жизнь здесь, потому что, когда нам рассказывали про одноэтажную Америку, да, то есть, вот нам нисколько не врали, я с удивлением встречался с молодыми людьми, там, друзья моего, там, моего сына, которые приезжали из Соединенных Штатов, и которые первый раз в жизни, им уже под 30 было, они первый раз в жизни выехали за пределы штата, и сразу за границу, то есть, они просто, это люди живут совершенно в другом измерении, и поэтому абсолютно, они абсолютно не понимают, что такое Украина, очень многие там считают, что это гражданская война в России, есть такое, серьезно, то есть, они считают, что это гражданская война, там, русские убивают русских, там, кто из них русский, кто украинский, они вообще не понимают, Израиль они понимают немножко больше, потому что Израиль это вроде как 52-53 штат, окруженный людоедами, это они немножко понимают. А вот все остальное нет. Поэтому ввязываться в какую-то серьезную сейчас войну, те же самые удары по Ирану и так далее, ему совершенно не нужно, потому что как только пойдут первые гробы, это сразу обрушит его рейтинг. Не важно сколько их будет, будет их 5, будет их 10 или будет их 20. Поэтому они очень позорно отвечают на постоянные обстрелы американских военных баз в Ираке проиранскими милициями. Там же тоже были раненые, там были уже даже погибшие. Это же еще при Трампе начались обстрелы баз, кстати. Не-не-не, обстрелы при Трампе, и мы говорим то, что сейчас происходит. И Байден всячески старается не отвечать. Именно поэтому они не связываются с хуситами. Они стараются сейчас тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну просто вот это событие, я имею ввиду, наша война, ну ваша началась несколько раньше, но вот наша-то точно началась во внеурочное время, так сказать. То есть вот выборы, но мешает ему. Почему Байден вот сначала так, вот все, мы там посылаем флотилию к берегам Израиля, он надеется это очень быстро закончить. И вот тогда, да, вы совершенно правы, он бы тогда сказал, вот видите, вот там вот попытались людоеды напасть на нашего партнера, да, а мы вот раз, и вот там за неделю или за две недели все закрыли. Ай да я, ай да Байден, ай да сукин сын. Вот это было бы здорово. Но когда он понял, почему он еще так радостно за это схватился, потому что с Украиной там он понимал, что это вот не получится до выборов что-то предъявить, да. Да, хоть бы даже он сейчас вам дал 50 там листов этих самых F-16, до октября месяца это мало бы что изменило, да. Это вот только бы начало, так сказать, менять ситуацию. Тем более, что, ну, мы прекрасно понимаем, что это не так просто. F-16 это не просто дать самолет, это вся структура, это вся логистика, ну, то есть это сложная система, как бы, и так далее. Поэтому он погнался, как любой, ему же тесно, он не сам все это делает, ему там пиарщики подсказывают, как любой пиарщик. Сразу сказал, о, 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 вот смотри, вот здесь сейчас можно сделать быстрый пиар, давай, быстро сейчас Израиль, ну-ка прилети туда, ну-ка выступи, скажи, don't, don't, да, ух, сейчас все будут аплодировать, давай, сейчас мы это дело прикроем. А тут она не заканчивается, не заканчивается, и вроде бы эти бармалеи там по газе как бегали, так и бегают, вроде их бьют, 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 а они все равно из нор вылезают. Тут и у него это начинается нехорошо, а тут еще какие-то там постоянные демонстрации в университетских кампусах, которые уже теперь абсолютно четко это известно, доказано, что это никакие не спонтанные, не стихийные, это все проплачено, организовано. Это те же самые НКО, эти организации, которые финансировали там вот эти вот беспорядки. Вы имеете в виду заполистину, да, акции? Да, 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 вот это все, понимаете, это все было, это все проплачено, я что-то вот не вижу в последнее время, вот там такие бомбежки Харькова. А где эти самые демонстрации в кампусах университетских, что вот гибнут люди в Харькове, да, то есть гибнут люди там в других городах Украины. Гуманитарный кризис, кстати, тоже там не такой, что там сейчас все хорошо у вас. Все же молчат, потому что это неинтересно, потому что им сейчас надо, им проплачено совершенно другое. Поэтому им абсолютно плевать на эту Палестину, на этих палестинцев, они знать не знают, где это находится. Особенно меня умиляют, когда ЛГБТ-сообщество там всю эту Палестину ратует, это вообще взрыв мозга, понимаете? Это вот фундаменталистки, исламский режим, да, где любого, кого просто только заподозрят в том, что он, так сказать, нетрадиционной ориентации, вот тут же порвут просто на части, да. Еще причем не просто убьют, а убьют мучительной смертью. Камнями, по-моему. Они за него, значит, там за них голосуют, и за них там это самое прибегают, вот эти вот одеваются вот эти бусы там и прочее, и арафатку сверху натягивают. Понимаете, это просто пик идиотизма, да. Ну, то есть, самое простое, это, ребят, ну, съездите там, проагитируйте, да, мы вас даже пропустим вот через границу, вот там в Хан Юнусу подойдите и, значит, устроите демонстрацию в платьицах, в этих самых, с бусами, да, то есть, вас порежут просто на части, на ремни порежут, да, в прямом смысле этого слова. Поэтому, такая вот штука, да, поэтому вот я возвращаюсь к этому вопросу, поэтому Байден очень не хочет никаких резких движений, поэтому не было никаких томагавков выпущено, поэтому не бьют по хуситам, там вяло как-то отвечают. Как мне вчера вот американский коллега сказал, говорит, подожди, подожди, то, что они ударили по Эйзенхавру, ладно, давай, давай биться об заклад, как скоро эту группу оттуда отзовут, чтобы она там не маячила, то есть, они еще прогонят там, подожди, они еще радоваться будут. Сейчас передислокация будет объявлена какая-нибудь позорище, да, позорище. Причем я боюсь, что поставят на шпагат Америку, потому что, смотрите, Тайвань, Ближний Восток, Корейский полуостров и вообще, ну, тот регион, да, то есть, там, ситуация с Японией. Все чувствуют слабость, все чувствуют слабость главный сфер державы, но как только чувствуют слабость, значит, сразу начинают распоясываться и, так сказать, беспредельничать. И вот смотрите, например, когда будет транзит власти в Америке, вот эта ось зла, да, Москва, Пхеньян, Пекин, Тегеран, они могут воспользоваться этим, я считаю. Тем более есть, кстати, неплохая тема для обсуждения, как-нибудь, если вы будете непротив, обсудим с вами. Вот белорусский кейс, например, Беларусь сейчас провоцирует, ну, делает провокации на границе с Литвой, да, то есть, есть мнение, что Путин, как мастер гибридных войн, хочет втянуть Беларусь в войну с НАТО, например, вот, в частности, с Литвой, да, и тоже там запланированы масштабные учения, кстати, вот, и всякие были провокации и заявления белорусских властей, что они будут, могут силой пробить Субалский коридор, вот, ну, то есть, видите... То же самое, Валентин, то же самое, то есть, это же, знаете, вот как, вот в педагогике есть такое вот наблюдение за ребенком, в определенном возрасте ребенок делает проверку границ, проверку границ возможного. Точно так же ведут себя диктаторы. Проверка границ возможного. Вот он сейчас, батька, там, вот, а вот я это, я угрожаю. Помните, когда он через польскую границу гнал этих самых загорелых ребят? Да, да. Это самое, нелегалов, да? Точно так же Россия делала с Финляндией, да, посылала же толпы этих самых нелегалов туда через финскую границу, доиграли, что финны, наконец, все закрыли, да, ну, теперь, не знаю, они рады, не рады, ну, то есть, все, закрыли полностью, герметично. Вот, то же самое здесь, то есть, если вот на какой-нибудь там выстрел со стороны батьки будет резкий ответ, причем ответ будет натовский, не только литовский, да, то есть, тогда все заткнуло, он сразу все поймет, причем, батька, жуткий трус, он очень боится. Даже на нашем примере, вы же видели, он не пошел, он, я думал, что он был готов пойти, но он убил. Да, 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 Путин его фаловал, там его там по разным частям тела били всем, чем можно, всем, чем под руку попадалось, он упирался и все, то есть, он такой себе на уме мужичок, он все прекрасно понимает, что его, в отличие от Путина, его-то быстро поймают и на цугунде потащат, вот, и поэтому, поэтому, значит, вот это, опять-таки, это его заставляют, то есть, он не сам, ему это нафиг не нужно совершенно, то есть, его заставляют, его толкают, его подталкивают, вот, он аккуратненько это пробует, и вот, если ему дать в лоб, в ответ, очень быстро, да, то он скажет, ну, вот видите, я же попробую, ну, вот они же дерутся, ну, что я могу сделать, да, вот, ну, вот это, это и есть тема провокации. Кстати, возможно, за провокациями Беларуси стоит и Китай, потому что Литва и Порт Лайпеда, да, она играла важную роль вот в этом, значит, торговом пути, да, большом китайском шелковом пути, но нынешний президент Гитарас Науседа, который, очевидно, перезбирается на второй срок, он же, скажем так, в контракт с Пекином, вы же помните, очевидно, они открыли у себя там посетительство Тайваня в Литве, то есть, это почти шаг к признанию, и, конечно, Пекин это ужасно раздражает, вот, а мы знаем, что большая часть белорусского ВПК, это при помощи Китая, она, как бы, возрождалась и строилась, да, тот же Полонез, там, ну, аналог Химарса, вот, и так дальше, это все китайские разработки, вот, поэтому, возможно, там и ушки Пекина стоят, ну, я еще не готов сказать на 100%, да, но, очевидно, все равно это единая ось зла. Ну, смотрите, Саша, у нас, увы, не так много времени остается, все-таки, если вернуться к теме Украины, вот, ваше мнение, какие перспективы окончания войны, да, то есть, вот, ну, да, понятно, мы сейчас не можем так гадать, вот, может быть, все, что угодно, любые форт-мажоры, да, там, черный лебедь, условно говоря, вот, это может случиться и в этом году, может случиться и в следующем, но все-таки, у кого больше преимуществ, у кого больше козырей, потому что, с одной стороны, да, вот мы сегодня вспоминали про наше контрнаступление, которое началось год назад, есть разные мнения, что это было не контрнаступление, контрнаступление разведка боем, потому что проводить его без авиации и без ПВО – это самоубийство, другие считают, что это все-таки было контрнаступление, но оно провалилось, пока это, конкретно в этом моменте не так важно, но есть и достижения, то есть мы стали бить уже массово по территории России, да, по военным объектам, по энергетическим объектам, да, по тем же РЛС, как я уже сегодня говорил, да, по комплексам ПВО, снова-таки потери среди Черноморского флота, да, вот, боевого состава, так, между прочим, не только Черноморского, они же там еще пригнали в канун войны несколько кораблей из других флотов, то есть они, наверное, реально готовились к высадке десанта в Одессе, вообще на юге Украины, потому что вот корабль «Минск» – это вообще топор практически у него Балтийск, но он был поврежден как раз на Черном море, вот, но, то есть смотрите, то есть есть какие-то и преимущества у Украины, то есть мы потихоньку начинаем играть в эту игру вдвоем, то есть уже монополии у России нет, на удары, вот, на удары по энергетике, по другой инфраструктуре, то есть вот какие ваши соображения на этот счет, да, то есть, учитывая вот все эти факторы и другие, у кого больше сейчас преимуществ, и какие перспективы окончания войны, и в чью пользу окончания войны. Смотрите, преимущества, все будет очень во многом зависеть от того, вот, о том, о чем мы говорили, от поставок вооружения. Это очень важный фактор, то есть понятно, что Украине надо сделать еще определенные вещи, то есть это понятно, что вот нужна настоящая мобилизация, а не такая, которая была вот проведена до сих пор, потому что сказывается нехватка личного состава, об этом говорят и ваши генералы, и это совершенно... Ну, больше техники сказывается нехватка, нежели личного состава. Ну, техники понятно, но техника – это, так сказать, другой вопрос, но личный состав – это личный состав, это то, что, так сказать, в руках руководства Украины, то есть техника – это, да, вот, над этим надо работать и так далее, то есть вот это очень важный момент. Второй момент, не знаю, можно ли его, так сказать, привязывать вот к этому, и, очевидно, это будет не очень приятно слушать вашим зрителям, но, конечно, вот коррупцию надо, конечно, уничтожать, изничтожать. Я понимаю, что полностью ее изжечь невозможно, но то, что происходит, и я понимаю, молодцы, Украина, так сказать, скрывают эти факты, о них пишут, о них говорят, но, особенно на Западе, они же это все читают и видят, говорят, ну, интересно, мы поставляем, мы даем деньги, мы поставляем технику, а это там во многом разворовывается, и все, что это происходит, конечно, это очень серьезный, очень серьезный удар по имиджу, по престижу и так далее. Есть ли у Украины возможность победить? То есть в определенной степени, то есть если будет поставка оружия, если будет поставка авиации, если все это будет произведено так, как положено, они размазаны опять, вот были тут на днях заголовки, Норвегия, по-моему, Норвегия, или Норвегия, или Дания, я прошу прощения, если ошибаюсь, предоставляет что-то такое Украине 28 или 38 истребителей F-16. Я подумал, ух, ничего себе, слушайте, вот это я понимаю. На протяжении нескольких лет. Потом начинаю читать мелким шрифтом, там, до 26 или 27 года. Восьмого года. Ребята, какой 28-й год? Это нужно сейчас. До 28-го года это далеко, дожить еще надо. И вот так все, понимаешь, вот это вот поставки. Если это сделают, если удастся все-таки, надо сказать, получить, составить, обязать, попросить, так сказать, поставки вот эти вот быстро, срочно и сейчас, то это во многом, конечно, поможет. Поможет оттеснить российские войска. Я не могу уверенно сказать, что вот завтра можно будет там освободить Крым, освободить там полностью Донбасс. И честно говоря, опять-таки, это мое личное мнение, я не хочу никому ничего навязывать, но вот там Луганская, Донецкая и вот эта область, надо еще крепко взвести, а нужна ли она Украине. То есть, да, это украинские земли, да, с точки зрения сухого закона, как говорится, это все правильно, но там проживает население, которое не хочет, тем более за последнее время столько там крови пролито, не хочет быть в составе Украины. Это стереотип, Саша, потому что там есть разное население. Да, то, что там разное. Еще раз, я ни в коем случае не призываю, там, так сказать, разбазаривать территорию Украины, да, это вовсе не мое право, и я просто вот высказываю свое мнение, которое вы, так сказать, попросили меня высказать, да, то есть, может быть, если будет, то есть, смотрите, любая война заканчивается переговорами, да, то есть, в любом случае будут переговоры, и в любом случае придется идти на какие-то компромиссы. Давайте смотреть правде в глаза, то есть, вот не может быть такого, что вот все закончится так, что вот все, вот Россия откатится полностью ко всем границам, которые вот там были, там, и вот на этом все закончится. Вы не верите в такой сценарий, да? Я не верю в такой сценарий, по крайней мере, при жизни вот этого руководства России. Причем я имею в виду не только Путина, потому что мы прекрасно понимаем, что Путин – это во многом марионетка, и те, кто стоят за ним, те дергают за ниточки. Поэтому то, что даже если там Путин, кстати, который из них отойдет в лучший мир, то это еще не факт, что сразу изменится политика России. А вот если там произойдет смена руководства, да, смена такая, то есть, может быть, придет тоже какой-нибудь людоед, но, по крайней мере, этот людоед будет понимать, что ему нужно каким-то образом налаживать отношения с Западом, ему нужно спасать экономику, да, ему нужно как-то вытаскивать все это, так сказать, и вот отменять санкции. Ради этого он, может быть, будучи в душе людоедом, он пойдет на какие-то, так сказать, прозападные меры, на какие-то переговоры и так далее, для того, чтобы все-таки спасти экономику России. То, что они там кричат, что наша экономика только крепнет, но это разговоры для студии Соловьева и Скобеевой, да, то есть серьезные экономисты понимают, что это блеф. Вот, и вот в этом случае такое возможно. Если этого не будет, то в ближайшей перспективе, то есть на какие-то компромиссы, скорее всего, идти придется, потому что это будут заставлять те же самые американцы. И в этом плане, кстати, я хочу вернуться, вот в начале разговора вы упомянули наш с вами эфир про высказывания Зеленского, который, значит, открытым текстом сказал Израилю, что Украина приложит все усилия для того, чтобы остановить Израиль, значит, и чтобы не страдало мирное население. То есть он предлагает Израилю остановить войну и начать договариваться с людоедами, которые там резали, убивали, значит, наших людей, держат их еще в плену. И, кстати, мы с вами говорили, что это может в какой-то степени повлиять и на израильские организации, которые занимаются сбором помощи для Украины и так далее. У нас уже было заявление Ассоциации друзей Израиль-Украина о том, что они просят Зеленского как-то немножко разъяснить свою позицию. Причем речь идет, я подчеркиваю, не о том, что он сказал, что Украина признает палестинское государство. Это как раз вторично. Она его признала давным-давно, еще при кучме. Так что это не в этом дело. А вот о том, что он сказал, что остановить, у нас сразу начали говорить, так в таком случае мы должны обратиться к Зеленскому с призывом срочно остановить кровопролитие и сесть с Путиным за стол переговоров. Ведь страдают люди. Почему же он от нас требует остановиться, а сам не хочет остановиться? Но самое интересное прилетело совершенно с неожиданной стороны. Вот только что во время нашего с вами эфира мой друг и коллега Григорий Тамар, который хорошо известен украинской публике, у меня сейчас с ним эфир после вас, он мне пишет, послушай, говорит, вот я буквально, я прошу прощения, я это должен зачитать, что прилетело совсем не с той стороны, с какой ожидали. На форуме по ментальному здоровью, который проводился в Украине, ретивые организаторы, видимо, просчитав сигнал, убрали израильский флаг. Зачем это было нужно, не знаю, но выглядит это как проявление черной неблагодарности. Израильские психотерапевты и специалисты по травме трудятся в Украине с 2014 года, проделывали колоссальный объем работы, в том числе с министерствами, причем абсолютно бесплатно. А дело это вообще-то не очень дешевое. Подготовили много специалистов, передавали методики, главная задача была обучить местных и так далее. Спросил у одного из них, своего давнего товарища, одного из организаторов всех этих украинских проектов, что теперь. Ответил так, доработаем по старым проектам и передаем все украинцам. Пусть сами теперь работают и сами учатся, сами разбираются. То есть, понимаете, вот, казалось бы, ну, его не так поняли, или вы тоже сказали, ну, это он так сказал, понимаете, но черт побери, ну, за этим следует же действие дебилов. Это же всегда так было. То есть, вот эти самые чиновники, которые ловят на лету, знаешь, а что сказал хозяин? Куда он палец? Он так пальчиком показал или вот так пальчиком показал? Вот, пожалуйста, первая расточка. Вот теперь израильские психотерапевты сказали, ну, а какого черта мы будем это делать? Мы это делали абсолютно бесплатно. Мы помогали, помогали искренне. А вот сейчас нам берут и плюют в морду, да? Берут и убирают израильский флаг. Вот как это может быть? Это какое-то недоразумение, потому что... Нет, что значит недоразумение, это если бы его забыли поставить. Да? Вот это можно было считать недоразумением. А когда он был, а его убрали, это не может быть недоразумением. Надо разобраться в этой ситуации, потому что, ну, вот для меня это очень как-то странно действительно тоже выглядит. Вот. Ну, вот он пишет, что это кретины чиновники, да? То есть это... Нет, ну, я вам скажу так, Саша, у нас тоже иногда бывает обижаются на Израиль или там на власть. Ну, например, Я сомневаюсь в этом. И Таньяху поздравляют Путина, да? С Днем Победы. Вот. Вроде бы как и обычное поздравление, но мы болезненно, да, реагируем. То есть... Да, наша послица была на инграции Путина. Да, это все есть. Есть такое, да. Вот. Это все есть, но... Но, опять-таки, есть определенные границы. Наши объясняли с самого первого дня, что да, мы полностью поддерживаем, но мы не можем идти, так сказать, вот так взять и с завтрашнего дня пойти на открытую конфронтацию с Россией, потому что мы с Россией граничим. Как-то непарадоксально звучит, у нас есть общая граница с Россией. Это Сирия. Там находится серьезный российский контингент. И до недавнего времени у нас была координация действий. Координация не потому, что у нас такая сильная любовь взаимная, а для того, чтобы не допустить каких-то там случайных, так сказать, столкновений, поражений, там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому понимаешь, то, что может себе позволить, например, там Германия, там или там Великобритания, не может себе позволить Израиль. Поэтому мы не поставляли летальное оружие. Нас все время говорили, а вот поставьте нам ваши батареи железный купол. Они не подходят нам. Они нам не подходят, потому что они не совсем подходят под наши реалии войны. Валентин, Валентин, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. У нас нету лишних батарей железного купола. Просто физически. Нам не хватает, вот сейчас, вот, так сказать, вот сейчас у нас война, нам не хватает как минимум, как минимум четырех батарей железного купола. Это как минимум. Для того, чтобы мы могли прикрыть всю страну. Почему не начинается до сих пор операция в Ливане? Серьезная. Потому что мы не можем ее начать, пока не закончим в Газе, потому что нам надо будет перебазировать наши системы противоракетной обороны. Потому что у Хизбаллы колоссальный арсенал тысячи ракет, десятки тысяч ракет. Поэтому мы просто, даже если бы они вам подходили, мы их не могли бы вам дать, потому что их просто не было. Потому что у нас не успевают их делать, нам они нужны. Я понимаю, конечно, да. Это все, но поставляли много, поставляли в основном нелетальное оружие, бронежилеты, поставляли медикаменты, был полевой госпитал был развернут недалеко от Львового. Да, все это было. Принимали на лечение этих самых раненых там и так далее. То есть специалистов посылали. То есть все это было, все это делали, но как бы, да, вот оружие не поставляли. Но по первой стиле и Германия не поставляла оружие. Понимаете? Ну вот, есть, нет, я понимаю, что есть обидно, что это очень обидно, но как бы мы пытаемся объяснить, в чем здесь дело. А вот то, что сделал Зеленский, как бы, то есть попытаться, так сказать, понравиться мусульманским странам, в которых он тогда находился и пытался... Ну, это моя версия, да, потому что другого объяснения я не нахожу. Или просто он, как бы, шлепнул, не подумав, понимаете? А вот, а вот чиновники радости подхватили. Ему готовят, ему готовят такие обращения, то есть это... Нет, это было не обращение, это был ответ на вопрос. То есть ему задали каверзный вопрос, и он, как бы, от этого вопроса, он там вот так вот уходил, ему там задавали наводящий вопрос еще, то есть там возможно бывает Себетина тоже. Это у нас Янукович не мог мысли формулировать правильно, да, были проблемы. Ну, я вам вот вчера говорил, да, уже вот когда в вашем эфире, не хватает еще опыта Зеленскому, все еще... Да, и кстати, между прочим, я вот приводил пример бывшего главу СНБО, это на спецопасности обороны Данилова, но я тогда вчера не вспомнил, что конкретно он ляпнул, а сегодня вспомнил. Он сказал, еще когда был при своей должности, что Нагорный Карабах это спорная территория между Арменией и Азербайджаном. Ну, вот вы себе можете представить, нет никакой спорной территории. Армения признает Нагорный Карабах азербайджанским. Просто она настаивала, чтобы там был вот этот ее англав, скажем так, армянский в Азербайджане. Но нет никаких споров. Понятно, что это... Но это, понимаете, это не профессионализм. Вот, правильно. Вы пьющий непрофессионализм. То есть дипломат должен... Поэтому, не судите строго, давайте спишем на то, что Зеленский еврей и он не хотел объедить своих как бы соплементов. Не, ну, если уж судить строго, Зеленский ни разу не еврей, ни с какой стороны с точки зрения... По национальности? Нет такого. Он, 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 во-первых, крещеный. Кстати, а откуда у вас такая информация? Потому что нет информации. По-моему, вы видели, там он и в храмах бывал, и крестился. Нет, то, что он бывал, это такое. У нас светская государство. То есть он поздравляет и с Рамаданом, и с Бесохом поздравлял, и с Каплическим Рождественным православным. Ну, Валентин, я не буду утверждать, я сейчас не готов это доказывать, как бы действительно может быть, может быть это и не так, как бы, но дело сейчас не в его еврействе, а в том, что вот за этим его высказыванием начались действия, причем действия, как говорится, оттуда, откуда не ждали, понимаете? То есть совершенно неожиданно. Я все-таки, я очень надеюсь, что все-таки мы найдем общий язык, тем более я говорю, что у нас-то, в принципе, неплохие отношения между странами, но они далеко не идеальны и есть, когда двигаться к улучшению отношений. Конечно, конечно, несомненно. Да. Саша, я вам на сегодня благодарен вот, за ваше мнение по поводу Украины, за ваше честное мнение, да, вы правы, может быть, оно не для всех может быть приятным, понятно, что мы все держим кулаки за Украину, желаем ей победы, возобновления ее целостности в общепризимных границах с 91-го года, вот, но, увы, бывают жестокие реалии, с которыми, ну, если, может быть, их и стоит принять, но надо делать, надо думать, как исправить, да, вот, нынешнее положение, да, и сделать работу над ошибками, возможно, через какое-то время, да, вот, между прочим, я сегодня только что вспомнил Азербайджан, ведь он тоже потерял свои территории в начале 90-х, вот, но для него это было уроком, вот, да, нельзя сравнивать ситуацию, которая на Южном Кавказе с ситуацией в Украине, а то, знаете, когда вот бывают, говорят, а вот нас ждет корейский сценарий, а нас ждет финский сценарий, а нас ждет израильский, это все чушь, у нас свой собственный сценарий, да, какие-то есть общие тенденции, похожие с ситуацией на Ближнем Востоке, какие-то есть похожие тенденции, ситуации с Азербайджаном и Армении. Я, кстати, прошу прощения, Валентин, я напомню вам слова президента Алиева, который он передал Зеленскому, тогда он сказал, не поддавайтесь ни в коем случае, не соглашайтесь на какие-то территориальные уступки, или не соглашайтесь на то, что за вас кто-то что-то, на каких-то переговорах что-то решит, действуйте только самостоятельно, то есть они, собственно, так и поступили, потому что у них тоже тянулось, тянулось это десятилетиями, пока вот сами не подготовились и не взяли реванш. Но и Армения, не Россия, мы тоже должны это понимать по ряду причин, то есть и возможностей. Конечно. Но в любом случае, даже если ситуация будет складываться не в нашу пользу, опускать руки, я думаю, ни в коем случае нельзя, надо бороться за территориальную целостность, за возвращение людей, самое главное, потому что вот вы сегодня вспомнили, что есть много и антиукраинских настроенных людей, да, там в Донецке, Луганске, да, это отчасти так, действительно, потому что сказывается пропаганда антиукраинская, но что, в чем я точно уверен, что в оккупированных два года назад территориях там точно проукраинское население, потому что вы же помните эти демонстрации в оккупированных городах России, да, когда люди выходили с украинскими флагами, с голыми руками, вот, и нас там... Нет, нет, я, Валентин, я имею в виду, конечно, не вот оккупированные земли, которые вот они оккупировали в результате войны, я имею в виду вот то, что там вот Левос 14-го года, это вот... Старые оккупированные... Да, 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 хотя тоже это... как говорится, не хочется мне эту дурацкую фразу говорить, все не так однозначно, но это именно так, да. Ну да, но и с другой стороны, знаете, если где-нибудь там, условно говоря, в исламской части Иерусалима не лояльны к Израилю, да, граждане, то это же не значит о том, что Иерусалим это не столица Израиля. Да, разумеется, но разговоры о разделе Иерусалима, они продолжаются, они идут, что это самое... Будет Восточный Иерусалим и будет как бы Западный Иерусалим, то есть... Ну, еще раз говорю, я ни в коем случае не призываю Украину разбазаривать свои... Нет, я понял, да. ...свои территории, я просто высказываю, как бы вот постараюсь, стараюсь, так сказать, реально посмотреть на события, то есть, конечно, надо стремиться вернуть все, однозначно, стремиться надо вернуть все. Другое дело, что, может быть, это можно сделать будет как-то поэтапно, там, на первом этапе согласиться на определенные компромиссы, а потом, значит, может быть, опять-таки, я не говорю, что потом нужно будет там воевать за эти земли, может быть, придут лучшие времена и сменится руководство в России, как бы, и можно будет с ними договариваться. Ну, да, тем более история цикличная, мы помним и 1917 год, и 1991 год, то есть, в принципе, очень похожие были обстоятельства внешнеполитические, внутреннеполитические в Советском Союзе, в Российской империи, вот, поэтому, ну, все возможно, я сегодня вспоминал, что возможен там черный лебедь, появление черного лебедя, вот, любые другие сценарии, вот, просто, что надо реально, почему же мне было интересно спросить ваше мнение, да, вот, ваше искреннее мнение, я понимаю, что вы за Украину, за территориальную целостность, но мы тоже не должны жить в сказке и в иллюзиях, и заниматься шапкозакидательством, да, то есть, и мы должны понимать, что есть определенные проблемы сейчас, и среди, возможно, нашего командования, и среди наших западных союзников, которые мердят, которые нерешительны, но, ни в коем случае, это не должно быть мотиватором, вот, знаете, поднять кверху лапки, и сказать, что, ну, не получилось, не получилось, вот, мы на своей земле, вы на своей, поэтому, ну, наше дело правое, победа будет за нами, безусловно, безусловно, вот, я вам еще раз благодарю за откровенный такой анализ ситуации, возможно, мы еще продолжим в ближайших выпусках, я хочу напомнить, что с нами на связи был израильский телеведущий, обозреватель телеканала ИТОН-ТВ Александр Гурарье, сегодня мы говорили, кстати, говорили мы на разные темы, планировалось только в Украине, но, видите, мы, ну, я думаю, в какой-то мере в общей упряжке, да, потому что нам противостоит вот эта ось зла единая, да, Тегеран, Пхеньян, Пекин, Москва, и поэтому где-то вот наши судьбы, наши истории перекликаются, вот, поэтому, но все равно от этого разговор был только еще более интересный, насыщенный, так что спасибо, что были с нами на связи, до новых встреч и традиционное пожелание мирного неба над головой. Спасибо, спасибо, мира Украине и победы. Субтитры создавал DimaTorzok,